Всем привет! С вами Юля и шоу Под Кабулком на канале Бэтсейф Прибалтика. Сегодня у нас в гостях моя близкая подруга, экс-агрог сборной Латвии, а сейчас лучший агент Восточной Европы в женском футболе Джульетта Тамсона. Всем привет! Мне спокойно может позвонить Мила. А с мужчинами ты работаешь? Я отлично общаюсь с менеджером Мюнфинской Баварии, женской команды. Привет, я там агент, давай я тебя устрою. Будем ждать первый переход в Ольсбург. Например, меня. Да ты издеваешься, мать! Джульетта, расскажи, как ты стала агентом и вообще, почему ты решила этим заниматься? Ну, это спонтанная история, на самом деле. И когда я перебралась в Германию, два с половиной года назад, я познакомилась случайно с Артемом Сикульским, с моим нынешним коллегой. Я думаю, многим это может быть интересно, как мы познакомились. Я просто один день сидела в Инстаграме, у меня уже были мысли начать заниматься спортивным менеджментом. И каким-то образом начинать делать свои первые шаги и уходить именно от футбольной карьеры, как игрока. И я написала в Инстаграм, был уже создан аккаунт агентства, скажем так. И случайно было какой-то сторис о женском футболе, и я поинтересовалась. Это было в Германии тоже, отметка была в Германии. А что ты написала ему? Что-то вроде, наверное, занимаетесь женским футболом, или что-то вроде того, я честно говоря не вспомню сейчас, да, но дело было так, да. То есть я написала, мы начали общаться. И в целом наше общение началось не с именно агентской деятельности, как агента, или моего коллеги, как агента, а скорее это такое мультипрофильное агентство, которое занималось бы там и проектами, такими, как проведение детских турниров для детей в Германии, стажировки, лагеря для футбольных команд. То есть все вокруг, именно организация вокруг всего футбола. То есть спортивный менеджмент в том или ином плане. И, собственно, какое-то время мы так общались по проектам, то есть уже 5-10, и дело подошло к лету, именно к трансформенному окну. И Артем мне позвонил один день и сказал, что есть возможность поработать по Марине Федоровой, это футболистка сборной России. И они уже проделали какие-то шаги, связывались с агентами, с какими-то клубами, уже разговаривали. Было желание у Марины попробовать себя в Европе, там была интересная Германия, Англия и так далее. И, в общем, я сказала, Артему, давай я помогу. Тем не менее, у меня были какие-то связи в Англии, именно, например, у меня личный тренер Таня Оксторби. Она главный тренер Блиста в Сити, эта команда играет в высшей лиге. И, собственно, какие-то связи или какие-то зацепки у меня были. И вот, как бы, начал заниматься Мариной Федоровой. И с тех пор очень-очень интенсивно вкладывала время в то, чтобы развивать контактную базу. И, как бы, с этого момента все пошло. Мы поняли с Артемом, что в этом есть ниша, она свободная. Именно Восточная Европа и девчонки наши избавятся. То есть, я на своем личном примере, например, могу рассказать то, что, когда я занималась футболом, и ты, думаю, тоже можешь это подтвердить, мы никогда не думали о том, чтобы куда-то поехать играть. У нас это было как бы стуально. Это что-то нереальное было бы. Да, что-то нереальное. Мы не понимали, мы вообще не понимали, как это все происходит. Никто не понимал. Ну, реально, ни разу такая мысль даже не проскакивала. Где-то играть что-то за границей. Вот, и поэтому мы решили, что есть у нас две, и я отлично знаю, что есть девчонки талантливые. И в Балтии, и в России, и в Украине, которым просто не хватает вот этой помощи, да, поддержки профессиональной, кто бы мог их сопровождать, им помогать, и опять же, да, предложить играть Европу. Вот, да, нужно так сказать. Да, ты говорила про Марины Федорову. Куда ты ее засунула, куда тебя получилось устроить, да? Такой клуб, это вот твой первый контракт, я понимаю, был? Не совсем. Не совсем, не совсем. Она была мой первый клиент, но мой первый контракт был совершенно другой. Это была Мария Ибрагимова, это наша футболистка, нашей сборной Латвии, уже сейчас экс. Но на тот момент получилось в то же трансферное окно ее подписать в Украину на тот момент. И вот это был, наверное, так скажем, мой первый контракт именно вот такой. Официально? Ну, да. Про Марину Федорову. Так, в какой клуб ты ее подписала? У нее было три предложения. Значит, было из Португалии предложение, из Германии и из Англии. Этим летом мы ее никуда не подписали, но, опять же, наше дело было сделано. Мы сделали и предоставили выборку. И в Англию надо было ехать на просмотр. В Англию она не смогла ехать на просмотр, не согласилась, так как у нее было очень много сборов в связи с другими сборными. То есть она играет за футзал сборную, за пляжную сборную и за большую сборную, да, главную, 11 на 11. И так очень часто уже уезжала от, скажем так, от своей команды Енисея. И, соответственно, руководству клуба это очень не нравилось, потому что она покидала команду так часто. И это тоже, кстати, был один из конфликтов, почему, собственно, Марина ушла из Енисея. Я не знаю, это может немножко такой эксклюзив. Ну, в итоге с Мариной Федоровой у нас были и вторые попытки работать, и были возможности. Но, скажем так, именно касательно клуба Мариной мы не так сильно сейчас занимаемся, как мы помогаем, может, в каких-то там спонсорских вещах. То есть мы подписали Марину Федорову как первую вообще футболистику Восточной Европы с эксклюзивным контрактом с Найком. То есть Найк Раша и Марина Федорова, вот это наше такое достижение. Она лицо Найка в России, получается. Да, 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 на вот этих всех спортмастерах, рекламке, все эти билборды. На три года у нее был контракт, и, надеемся, продлим. Если брать уже качество агента, да, там профессиональное, то я думаю, это в первую очередь понимать составление контрактов, то есть знать правила, регламенты и разбираться в этих вещах. Потому что если посмотреть, кто вообще являются агентом даже в мужском футболе, потому что они не на 24, а на 7, да, являются только агентами, но они параллельно занимаются, большинство занимаются они юристы, да, там, то есть что-то связанное с правом или финансовым. То есть в первую очередь, да, это понимать, ну, разбираться в бумагах, потому что ты постоянно коммуницируешь, понятно, одно это человеческие качества с игроком, с клубом, коммуникальность это одно из качеств тоже, и знание языков обязательно. Английский, желательно какой-нибудь еще испанский, если есть немецкий, если я работаю с Германией, Австрией, Швейцарией. Сколько ты языков знаешь? Четыре на данный момент, и пятый я учу. То есть это английский, русский, немецкий и латышский. Ну и испанский я учу, так что испанский я немножко понимаю, потому что проблема в том, что когда общаюсь с испанскими клубами, очень многие не говорят по-английски, и приходится... Хола, кумаэстас? Да, 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 приходится выкручиваться. Вот, но это касается на качестве, да, то есть разбираться в бумагах и знать правила, регламенты, финансы, желательно понимать, и всегда обращать внимание на такие вещи, например, когда вы договоритесь о зарплате, надо понимать в этой стране, какой будет облагаться налог у футболистки. То есть сколько у нее на самом деле на руку останется денег. Вы можете говорить там, да, вот эту сумму, да, там, тысячу, да, а если у нее там 35% будет забирать налог, как у Дании, например, то с чем она останется? Ну такие вещи. Просто надо быть на чеку, и, собственно, конечно, хорошему агенту надо понимать женский футбол, в таком случае, если мы говорим о женском футболе. Футболистки, клубы, с кем ты работаешь, расскажи. В футбольном плане клубов я работаю по Европе, в женском футболе, по всей Европе. То есть мы берем топовые чемпионаты, да, там, Испания, Англия. Англия, мы общаемся, но пока я туда своего первого танца еще не сделала, но скоро. Италия, Франция, Германия, да, там, то есть есть и другие лиги, там, например, Финляндия, да, или Польша, то есть по всей Европе, на самом деле, есть контакты, есть и Австрия, и Швейцария, и все есть. На самом деле, да, еще сейчас расширяю свой круг, это Австралия и Америка тоже добавляются. Ну, Россия, Украина, Беларусь, это понятно тоже, Балтия тоже, ну, в общем, вся Европа, в основном, в основном это Европа, это мой фокус в женском футболе. В плане футболисток, как бы, зародилась эта Восточная Европа, это Россия, Украина и Балтия в плане девочек, да, то есть сборные. Это, как бы, изначально мой рынок, но расширилась, скажем так, моя карта, то есть у меня сейчас есть и футболистки из Турции, и есть немка у меня тоже, и очень часто ко мне пропадают профили американок, то есть с ними сложнее работать, и там, допустим, Африка тоже мне постоянно пишут из Африки, но с ними очень сложно работать, потому что у них виза, и это, опять же, такой кратический, там, или административный, как его называть этот момент, в плане трудоустройства это более, более сложная степень. Ну, также и с Украиной, и Россией, но я хотя бы понимаю менталитет футболистов лучше, чем, например, футболистов из Африки, и я понимаю, как с ними работать, что им говорить, поэтому так вот. Ну, я бы сказала, что от Восточной Европы это уже расширяется, то есть и Германия, и Турция, и как бы разные страны, разные футболисты. В Польше тоже, например, вот один из больших мультрансферов, это была полячка в Севилью, в испанскую Севилью, первая полячка в истории, в испанской премере, и… Назови ее имя. Эмилия Сдуйник. Супер. Насколько сложно достать контакт? Вот ты говоришь, что ты получаешь сейчас, пытаешься работать с Америкой, с Австралией, это вообще другой континент, это… где ты берешь эти контакты вообще? В интернете находишь или тебе кто-то присылает или кто-то помогает? Да, есть спецагент, мне присылают. На самом деле, да, очень много, конечно, идет из интернета, но в том плане, что когда я нарабатывала контактную базу, это было скорее так, что ты с кем-то контактируешь и я тот человек, который, если есть возможность, я поеду лично и встречусь. Это закрепит контакт, и люди с другой стороны увидят, что это настоящий человек, это не самозванец, это не однодневная там история какого-то агента, который… Ну, потому что таких очень много, которые просто пишут в Facebook и обманывают девчонок и всех, или же пишут, ну, просто там куда угодно, кого угодно устроить, не видя игру девочки, да, там, это агенты, как работают. Вот, а касательно клубов, да, моих контактов, да, я бы сказала, это много идет сначала из интернета, но опять же, я контактирую в основном это по почте, да, все идет общение, то есть это такая формальность, да, идет. А потом уже переходишь на личный разговор. Но та же история, вот в самом моем начале я ездила в Милан и Ювентус на личные встречи с людьми, и как бы люди видели меня, я видела людей, и сегодня мне спокойно может позвонить Милан и сказать, мы ищем того или иного там человека на ту или ту позицию. Ну, так и было, где-то, наверное, недели две назад Милан меня посвятил в то, что они создают, ну, не новый проект, но у них новая концепция, скажем так, добавляется, и посвятили меня о своих планах, и как бы попросили помочь, если есть с чем. Так что так, ну, опять же, да, и потом, например, Бавария, то есть я отлично общаюсь с менеджером Мюнфинской Баварии, женской команды, у нас отличные отношения, и она мне может, если что, написать или позвонить, и я в любой момент могу, если мне что-либо надо, я могу ей написать, позвонить, и она всегда мне ответит. А с мужчинами ты работаешь? Да, ну, я бы сказала, что в основном работает мой коллега Артем, и я немного помогаю с некоторыми футболистами, потому что у нас сейчас достаточно много латышей футболистов, и многих из них я знаю, вот тоже, например, Денис Страдемч, это футболист, который мы росли с ним вместе, мы даже во дворе как-то играли с ним в футбол, и росли в, ну, как бы рядом, в домах наожили, и я повезла его зимой на просмотр, да, в в футболе, если я занимаюсь, то это более-менее были какие-то перспективные молодые футболисты, и я еще занимаюсь тем, что прорабатываю, например, академию, я общаюсь с академиями, то есть мы возили, ну, точнее, я, можно так сказать, именно в этом отрезке в Ингельштадт возила одного молодого футболиста. на просмотр в академию это была команда, там, Ю-16, и да, как бы, в основном, если мужской футбол, то по конкретике, потому что очень-очень перенасыщенный рынок, и для нас, как для агентства, или для меня, или для Артема это не является основной задачей вообще, да, чем мы занимаемся, то есть женский футбол, да, это, ну, это наша фишка, это наша ниша, этим мы занимаемся. Мужской футбол, это только если мы выйдем в этом, как бы, возможность и нужду, то есть мы не занимаемся так много скаутингом в мужском футболе, как, например, в женском, то есть мужском к нам просто обращаются, тоннами пишут, тоннами обращаются, и если мы занимаемся, то это уже, ну, серьезно такой, или более-менее серьезный проект для нас, и, опять же, мы потом их сопровождаем, помогаем, там, например, устроиться, допустим, вот, парни, в основном, да, кому мы подписывали, это Германия, и если женский футбол это Европа, то парни это Германия, и так как я и Артем живем сами в Германии, мы можем подсказать нашим футболистам, футболисткам, там, как открыть банковский счет, где лучше покупать продукты, ну, то есть повседневной жизни, обычные вопросы, да, это казалось бы смешно, но, но это правда, да, там, где-то лучше купить мясо, и так далее, да. А с кем проще работать, с женщинами или с мужчинами? Ну, с мальчиками, да, ты там, с парнями, считай. Я бы сказала, что с мальчиками может быть проще, потому что мальчики уже понимают, как устроены агенты, как устроен футбольный мир, то есть, что их ждет дальше, как развивается футбольная карьера, то есть они растут уже в этом, в этом окружении, да, и они уже понимают, что будет, что будет дальше. А с женщинами, да, или же с девушками, или с футболистками, особенно с Восточной Европы, ну, тут надо, как бы, еще раз или дважды повторять или пересказывать, как это все должно быть, чего стоит, как правильно сказать, не избегать, а остораживаться, да, то есть, они не совсем понимают, кто такие агенты, как к ним, с ними работать, как к ним относиться, то есть, для нас это новое что-то, вообще в Восточной Европе агенты в женском футболе, это, ну, это что-то новое, это не существует там несколько лет, да, это, поэтому я бы сказала, мальчики, наверное, просто больше и лучше понимают или доходчивее сразу понимают, как это работает, но в плане именно разговорного или человеческого качества, конечно, мне проще общаться с девушками, потому что нам есть, что обсудить, и, опять же, специфика моя лично, это женский футбол, и тут я могу уже больше подсказать, направить и в таких планах. Как ты решаешь, с кем работать, то есть, я, например, тебе пишет какая-то нигерийка, но она тебе не нравится или нравится, как ты определяешь, то есть, какие главные качества должны быть у игрока, чтобы ты хотела с ним работать? Во-первых, это игровые качества, то есть, это, ну, скорее, видеонарезка игры, то есть, я обязательно должна видеть игрока в деле, то есть, сухая статистика мне не поможет, то есть, я должна сама понимать, нравится ли мне типаж игрока, правильно ли это, ну, правильно это плохо, так говорить, да, но могу ли я помочь? Если я не верю в игрока, я не смогу ему помочь. То есть, если я вижу, и мне нравится, что это сильный игрок, то я смогу помочь. Если я этого не вижу, ну, кого я буду обманывать клубы, тоже говорить, что это хороший футболист, я так не смогу. Каких подводных камней стоит опасаться в работе с агентами? То есть, молодые игроки, неопытные, им хочется попробовать себя везде, клюют на любое предложение, наверняка их легко обмануть, то есть, что ты можешь об этом рассказать? Подводных камней на самом деле много, особенно для молодых футболистов, потому что в Восточной Европе они не совсем понимают, как работают агенты, что это вообще такое, это очень-очень новое для нашего рынка, то есть, футболистки получают много сообщений в Фейсбуке, например, разные агенты им пишут там, привет, я там агент, давай я тебя устрою, да, то есть, что, как, почему, не объясняется, да, и в основном это агенты такие, которые чисто ищут какой-то минимальный заработок, и им абсолютно неинтересно развитие карьеры футболистки, да, там, дальнейшие там какие-то бытовые моменты, как помочь там интегрироваться, что-то подсказать, какие-то моменты, да, то есть, быть даже психологической поддержкой, да, то есть, это все-таки большое событие, когда футболистка переходит, как бы, с одного клуба в другой, именно в интернациональном плане, то есть, меняет страну, возможно, кто-то в первый раз, ну, что-то в первый раз уезжает от родителей, да, то есть, и нужен человек, который подскажет в каких-то моментах, как реагировать. Самый такой яркий пример, например, я работала с одной турчанкой, у нее есть проблема, не проблема, скажем так, Турция не страна Евросоюза, значит, им для игры в Европе, нужна виза, ей очень тяжело было найти клуб, были предложения, условно, да, но все утыкалось именно в эту корочку зарплаты, корочку вот этого вот законодательства, да, наверное, так, и получилось так, что ее сборная тоже была заинтересована, чтобы она играла, то есть, появился вариант со стороны сборной, со стороны сборной они предоставили какого-то тоже агента, не столь профессионального, но я думаю, опять же, это просто случилось, агент общался с клубом, что-то где-то подсуетилось. В общем, она уехала в Испанию во вторую лигу, вроде как по документам они там через пару месяцев все порешали, она подписала контракт, не глядя, 55-я минута, травма, крестообразные связки, делают МРТ в Испании, и как бы вопрос встает, нужна ли операция, насколько это все серьезно. Ей говорят, что в принципе операцию можно избежать, мы закачиваем колено, может быть, ее и не надо. По возвращению в Турцию мы уже понимаем, опять же, по повторному МРТ ей нужна операция, то есть, просто закачивать колени это было недостаточно, но история как бы начинается тут, да, то есть, агент ее просто устроил, все остальное, ему как бы неинтересно, они не подписывали ничего, то есть, он подписал ее, получил свое, да, и расписались, и расстались. Тут же опять молодые футболисты очень часто иногда ошибаются, да, то есть, нужно выбирать человека, с которым ты будешь работать на долгосрочную, да, то есть, который, опять же, тебя будет поддерживать, и эта поддержка тоже немаловажна. И тут я получаю, как бы, опять новость от Турчанки, что она опять хочет с нами сотрудничать, что ожидания немножко не те, и я, как бы, включаюсь в эту всю историю, я ей говорю, ну, что у тебя написано вообще в контракте, то есть, что по поводу травм, оплачивает ли клуб тебе, допустим, операцию, да, если ты ломаешься. Мы проверяем контракт, у нее такого пункта нету, соответственно, мы операцию требовать не можем, а мы все понимаем, сколько стоит, да, там, операция на колено, на сообразной связке, там, или мениске и так далее, то есть, это не дешевая ситуация, да, и это ты выпадаешь там еще на 6 месяцев, это реабилитация, это физиотерапевты и так далее, это целая история, целый пакет. Реальная история, ей очень повезло, что, как бы, все сложилось отлично, на данный момент все хорошо, да, но ты остаешься одна, клуб говорит, что тебе делать ее не надо, а по сути она тебе нужна, а они говорят, что не нужно делать, потому что они не хотят ее делать, но по контракту они не должны были, да, то есть, но это была бы работа агента, чтобы, опять же, проверить, чтобы была страховка, и в том плане, если ты ломаешься, себе клуб оплачивает операцию, так что это касательно подводных камней, и вот чисто реалистичный пример, поэтому надо очень серьезно подходить к тому, с кем вы будете работать, да, вам что-то могут подсуетить, подписать, вы очень радуетесь, не глядя, но это все очень важные моменты, и контракты, они делаются только для плохих случаев, они не существуют для хороших случаев, они только для плохих случаев, если что-то плохое случилось, конфликт, мы всегда отсылаемся на пункты в контракте, то есть, все, что говорится на словах, это, как бы, ничем не подтверждено, никакой бумагой, поэтому контракт всегда будет иметь силу в этом плане, и, да, это чисто защита твоих же прав, как футболистки, и это очень важно в карьере, если ты сломала колено, все, ты не можешь лечиться, да, ну, что ты будешь дальше делать, ну, так вот, а потом семья будет тебе это оплачивать, как-то так. Ну, что, Джуз, что делать будем? Какой? На что играем? На хесик? На сырный комплект. Давай, 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 ты первая, по три, давай, по три, да. Мало? Ну, за сколько, по пять? Ну, давай по пять, давай по пять. За часы начинаешь, давай. Ну, за пять, да? Ну, давай. Подожди, я отойду. Давай. Один из трех. Давай, давай, один будет. Один будет только, один, давай, последний. Ну, что? Сколько? Один. Один? Все, погнали. Давай, Юля. Я ради хеса все. Ух, рядом. Давай, давай, мимо, мимо. Ай, отлично. Выше, ниже, там, я не знаю. Отлично. Еще два. Еще два, да? Да, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нет! Еще один. Последний. Ну, не. Ну, как так-то? Да ты издеваешься, мать! Ну ты издеваешься, мать! Ну что, Джуз, проиграла комплектик мне вчера? Да. Сегодня, вчера. Здесь еще, наверное, используя это самое, как это пронесло. Да, молодец, молодец. Ну что, реванш, реванш, скоро реванш. Я всегда занималась спортом, уже самого детства, да, там, плавание, гимнастика. И так далее. И с последнего это был теннис, уже затянулась, там, 6 лет занималась. И как в наше время было принято очень много гулять во дворах, я тоже гуляла и играла с мальчиками во дворе. И, собственно, играла я футбол. Я выделялась на фоне мальчиков, и мне было, ну, как бы, интересно именно попробовать играть футбол. И случайно в школе я вот через друзей услышала, что в Лепе есть женская футбольная команда. Попросила маму меня туда отвезти, и так началась, да, там, моя футбольная карьера. То есть я сначала старалась совмещать с теннисом, но это не получилось. И в итоге я выбрала футбол. Это было более интересно, это командный вид спорта. Да, как-то так началось. Ты упомянула теннис, ты занималась теннисом, пошла в футбол. А еще что-то могло быть, кроме футбола? Мне было интересно, там, до девятого класса, наверное, до восьмого, стать, наверное, детективом, если брать профессию. То это мне было очень интересно. На тот момент еще всегда показывали по телевизорам эти передачи с исследованиями. Сериалы. Сериалы, да, да, да. И всегда было интересно, как они так находят. То есть, ну, в принципе, я думаю, это сейчас как-то отложилось в агентстве. Как агент, как скаутинг. То, что-то похожее исследование. Что-то похожее, да. Ну, а так, там, экономика всегда что-то такое было интересное, если так брать. То, кем я являюсь сегодня, это благодаря футболу, потому что я провела все свои, да, там, скажем, годы, там, свободное время в футболе, на футбольных полях, на сборах и так далее. То есть, в кругу моих друзей тоже футбольных, там, допустим, мы с тобой познакомились. Сама знаешь, сколько много времени мы проводили потом вместе вне поля. Своё будущее без футбола я вообще не вижу. То есть, это будет в любом случае всегда связано с футболом в том или ином ключе. Будь это агентство или, да, там, менеджмент. Родители очень скептически относились к тому, что я ухожу в футбол. Они думали, что это, ну, как бы, они думали, ну, ладно, пусть поиграется, там, чуть-чуть, там, месяц-два пройдет. Может, передумает, уйдет, не понравится. И мама очень не хотела вести меня. Вот сейчас, когда мы разговариваем, она не хотела меня вести на первую тренировку футбольную. Она очень-очень не хотела это делать. Но, опять же, они мне никогда ничего не запрещали. И в этом, конечно, большое спасибо им, что пусть нету такой поддержки от них, да, там, именно в футболе. Они не разбираются, они не ходят на тренировки, на игры. Это чисто моё дело, да. То есть, в этом есть минус, но плюс в том, что они никогда не встанут там поперёк. Они скажут, нет, этим не занимайся, а занимайся только этим. Вообще, в целом, моя мама, если на мою маму посмотреть, то она, конечно, рассчитывала, что у меня дочка будет балерина, гимнастка. Но вот выросла футболистка и как-то совсем не попала в ожидание. С реальностью ожидания, реальность там совсем другое, да. С переездом в Кёльн, имея возможность тренироваться с Кёльном второй командой или с какими-то другими командами, потому что в Германии всё-таки уровень чуть иной, и там на каждом углу есть какая-то женская команда. Поэтому я решила присоединиться, тренироваться. И со временем тренера второго Кёльна ушли в другую команду, и они позвали меня играть. Да, и с этого лета я тренируюсь активно и теперь уже играю. Так что можно сказать, что я теперь опять игрок. Каково это, играть против игроков, которых ты подписываешь? Ну, бывает вообще такое, типа, ты подписала игрока в свою лигу, в другой клуб, и ты играешь против неё. Бывает такое? Да, этого я опасаюсь, если честно, потому что, на мой взгляд, это будет выглядеть не совсем профессионально. Как я могу соперничать с игроком, которым я занимаюсь. То есть на данный момент будет такая ситуация, где я играю в региональной лиге. Это третий дивизион Германии, команда Лимания Ахен. И получается так, что одна футболистка, которой я даю советы, да, там какие-то направляю, она молодая, она играет в той же линии, но в другой команде. Я хочу как бы подметить то, что футбол, я как футболистка, это, наверное, второй план. Это является приоритетом для меня. Ты можешь сама себе найти клуб, получше, допустим, себя туда подписать, выписать себе зарплату. Ну что это такое? Так ты же как агент можешь себя как-то куда-то продвинуть или нет? Теоретически да, но на самом деле это тоже, почему футболистам нужны агенты, по сути. Нужен другой человек, который будет решать какие-то проблемы за тебя. Это всегда неудобно прийти к директору или к менеджеру и сказать, нет, я хочу только такую зарплату и ниже я не пойду. Это будет выглядеть очень подло и, ну, это непрофессионально. То есть всегда должен быть какой-то другой человек, который представляет твои интересы. То есть это защитит и твое лицо как футболиста. Как бы всегда можно сослаться на посредника, да, то есть что-то где-то с коммуникацией, еще что-то, да. То есть это всегда, ну, ты не договоришься на те условия, наверное, личные. Ну, как бы это сложно. Сама лично я, ну, я говорю, это не является для меня приоритетом. Приоритет это менеджмент для меня на данный момент. Поэтому если футбольная карьера мне будет мешать, то придется ее закончить. Я уже знаю, каково это заканчивать и, как бы, я к этому ментально готова, поэтому, думаю, не будет проблем. Но все может повернуться, если я буду того достойна, возможно, но это не является приоритетом. Жюль, где мы находимся? Где мы, мол, что это такое? Ну, это сердце лепое, что. Все, что с морем связано, это все пролепое. Любишь море? Я родилась там, выросла, как это, как русалка. Он даже хвост есть. Хвост, да, длиннющий. Нет, без моря вообще никак. Жюльет, каких игроков ищут европейские клубы? Европейские клубы, если мы берем топовые лиги, как Италия, Испания, Франция, Англия, Германия, тогда, я думаю, для именно Восточной Европы, да, если мы берем футболисток, в основном должно присутствовать в вашем профиле, скажем так, сборная. То есть это должна быть сборница. Опять же, надо выделяться изначально на своем рынке, в своей стране, скажем так, в своем клубе, в своем чемпионате. И я бы сказала, да, это первые такие вещи, на что стоит обратить внимание. Статистика, конечно же, да, то есть и качество игрока, то есть ты должен быть лидером на поле или ты должен исполнять какую-то функцию, где у тебя меньше брака, больше эффективности. То есть, да, там, ну, я не буду, может, говорить так много о физических данных, потому что они разные, да, но, конечно же, приветствуется, когда игрок быстрой скоростью пассы и качество пасса и качество удара, да, то есть физические данные, я имею в виду рост, да, там, вес, то есть эти все вещи, конечно, если ты выше, это тебе лучше, то есть ты можешь и на втором этаже побороться и так далее. То есть зависит от позиции, конечно, да, но в основном это, конечно, игровые качества, а потом уже все остальное. Тогда что ты можешь посоветовать прибалтийским девушкам, чтобы они могли попасть в эти европейские клубы? Ты очень много сказала, но, может, что-то особенное есть для девушек из Прибалтии? Сто процентов, то есть, как бы, всегда оценивается сама отдача, да, то есть характер очень важен, например, да, клубы, правда, смотря на характер, на игрока, могут ли они с ним работать, это очень важно им, то есть развивать качество характера и, я бы сказала, просто больше работать, потому что наш уровень, если мы берем балтийский уровень, у нас, что у нас есть, пара команд только, да, вот, из каждой из стран, и они являются топовыми, но, опять же, если ты играешь, допустим, там, в Шавля, и ты играешь против, там, других команд, и ты обыгрываешь, там, 5-0-6-0, то есть ты тоже в этом плане не вырастешь, поэтому надо индивидуально работать, больше бегать, пресс, то есть, ну, как бы, индивидуальные тренировки, то есть техника, да, то есть все это отрабатывать, и учить языки, очень важно, опять же, не только агентам нужны языки, но и футболистам, английский это must-have, обязательно, да, то есть, ну, что, ну, работать, мотивация, должны гореть глаза, должно быть желание, то есть, и смотреть футбол тоже, смотреть футбол. Почему я до сих пор агент? На это есть, на самом деле, несколько причин, в том, что восточный рынок, он не занят, он свободен, и я хочу предоставить девчонкам, особенно в женском футболе, да, мы говорим, девчонкам ту возможность, чтобы у них был тот человек, с которым они могут поговорить на своем родном или одном из родных языков, и человек, именно, который понимает женскую, женского футбола, да, именно специфику, и сможет им помочь сделать свои первые шаги, или же, опять же, забыла это слово, но быть связующим звеном, да, между, там, их, там, чемпионатом, или где они находятся, и Европой, то есть, помочь им развиваться. Касательно Балтии и Латвии, у нас никогда не было таких людей, которые, ты вот знал, что можешь к нему обратиться, и ты понимаешь, чего ожидать, то есть, наши талантливые девочки, да, очень часто заканчивали с футболом, или они не продвигались никуда дальше, потому что не было человека, который мог бы им помочь, подсказать, да, то есть, я хочу, чтобы у нас были люди из Балтии, да, футболистки, на которых можно равняться, и они были бы примером для следующего поколения, именно девочек, и привлекали бы они своей, так скажем, футбольной карьерой в Европе, девочек в Латвии, в Эстонии, в Литве, чтобы они занимались футболом, приходили в футбол, то есть, они могли видеть свой путь после 18 лет, когда им надо решать, либо они учатся, либо они работают, чтобы они могли иметь тот путь, именно развитие, как футбольной карьеры, то есть, чтобы они могли идти и играть профессионально, то есть, я хочу дать им эту возможность. Стоит сказать спасибо моим всем тренерам, потому что это самая неблагодарная работа, и самая сложная работа, мне кажется, вообще, которая может быть, и, как бы, спасибо, наверное, моим первым тренерам тоже, да, там, Рудольф Юрианс, Владимир Лучин, Владимир Драгун, то есть, которые вкладывались в нас, как игроков, проводили с нами кучу и тучу времени на поле, там, тактические всякие штучки, удары, пасы, то есть, два раза в день тренировки, там, четыре-пять раз в неделю тренировки, то есть, мы от этого только ловили кайф, и им большое спасибо, что они привели эту любовь, наверное, к спорту, да, то есть, это не было просто, ну, бибики у нас было, конечно, да, до поры до времени, но, тем не менее, в этом присутствовал какой-то интерес, всегда что-то новое. Тренировки не были однотипные, поэтому всегда было интересно, то есть, тут спасибо тренерам, если брать уже дальше, да, там, мое развитие, там, футбольная карьера, там, игровая, как игрока или как менеджера, организатора, условно, да, тут большое спасибо, надо сказать, Алексею Лаптеву, потому что, да, на самом деле он был одним из тех, кто помог мне сделать мои первые шаги именно в футболе, как, как ассистент тренера или как, там, менеджер, да, помощник команды, то есть, он начал меня посвящать в такие вещи, как там заполнять протокол, как сопоставлять, там, да, документ на этот ЕСНЕГУМС, на подачу, как в чемпионат, как это... Заявка. Заявка, да, заявка, заполнять заявки, то есть, все эти... Да, ты, там, договариваться о дружеских играх, да, то есть, такие моменты, то есть, он начал мне передавать немножко этот опыт, то есть, да, там, занимайся, давал какую-то свободу в этом плане, да, там, заказывать, там, я не знаю, автобус или заказывать, там, поесть. Далее, там, Маруто в Арпине, да, которая уже помогла мне устроиться на практику в Лепоевскую футбольную школу, опять же, там, заниматься женским футболом и вообще посмотреть из офиса, как это все создается, как пишутся детские группы, как они заполняются, как отслеживается вся документация, административные вещи и так далее, да, то есть, если брать так, то бы на меня повлияло еще в футболе. У меня никогда не было футбольного человека именно как кумира, да, в моей карьере, но у меня был человек, на которого я посмотрела, это был живой человек, человек вообще из искусства, не знакомая такая личность, да, но посмотрев на нее, это женщина, да, я как-то подумала, ну, как бы, ну, парадействовать, парадействовать, про что-то делать, хватит ждать, и если мне что-то хочется, то надо просто брать и пробовать. И после этого, как бы, я набрала смелости и, как бы, да, объявила там тоже нашей спортшколе Алексею, что если есть какая-то возможность, давайте делать турниры, какие-то ивенты, давайте приглашать больше девочек в Лепо и заниматься футболом. И так и начались мои пути, поэтому этим людям надо сказать, да, большое спасибо. Я всем советую найти такого человека, который является примером для вас, и необязательно это должен быть футбольный человек. Касательно меня, через 10 лет, где я себя вижу, я никогда не планировала быть именно агентом, это не была там моя основная цель. Мне всегда был интересен менеджмент именно как клубный, да, то есть заниматься командой, пусть это будет там, не знаю, даже организация как FIFA, UEFA, мне очень было бы интересно получить рабочий опыт в таких организациях. И также это являются футбольные клубы. Я надеюсь, даже вскоре я смогу попробовать свои силы в каком-то немецком футбольном клубе, так что, да, я бы сказала, через 10 лет я вижу себя спортивным директором или менеджером какой-то хорошей, пусть может даже женской, да, футбольной командой. Какие услуги предоставляет твое агентство? Мы не только занимаемся тоже устроенством футболисток и футболистов, у нас есть другие направления, что на самом деле являлось корочкой, да, нашего агентства. Мы себя называем многопрофильное агентство, так как мы базированы в Германии, то есть ведущие, да, лица, это я и мой коллега Артем Сипульский. Мы хотим заниматься также турнирами, организовывать турниры детско-юношеские, стажировки для тренировок и функционеров, тоже в Германии, в немецких клубах. Это одна из новшеств, что мы хотим предоставить восточному рынку. Не у всех есть возможность поехать и стажироваться, или провести неделю, да, в футбольном каком-то клубе, и тут мы хотим предоставить свои услуги. Также есть у нас социальные проекты, мы помогаем некоторым мальчишкам, скажем так, даже из бедных семей, те, которые имеют какой-то потенциал, да, там, или же мы иногда можем немного спонсировать какие-то мини-футбольные турнирчики, да, там, какими-то наградами, и, то есть, пытаемся в этих моментах тоже помогать. Но в основном, да, турниры какие-то, да, мы сейчас, у нас новые партнеры немцы, и мы хотим организовать в 2021 году в Болгарии футбольный турнир для мальчиков и для девочек в Альбене. То есть, это новый для нас проект, и также у нас есть две локации, это будет, возможно, да, там, Германия, Испания, а также аматорские какие-то турниры, то есть, нам интересно это тоже и с организационной стороны, поэтому турбоустройство – это лишь одна часть или одно направление нашего агентства, но, опять же, нас можно ознакомиться и в соцсетях, и всегда мы тоже будем рады ответить на какие-то вопросы, и кому чем мы сможем помочь. Спасибо, Джулета, было очень интересно с тобой пообщаться. Я желаю тебе успехов, чтобы все твои планы, цели, задачи, чтобы все у тебя получилось, все исполнилось. Помогая нашим латвийским футболисткам, нашим футболисткам из наших соседних стран, это Эстония, Литва, обязательно, да, мы будем ждать мощных трансферов, будем ждать первый переход в Вольсбург, например, меня. Спасибо большое, да, будем стараться, и обязательно, если есть таланты, если есть желание, то все возможно, не надо бояться, то есть тут я бы даже, наверное, хотела добавить, что некоторые думают, мне, наверное, рано еще, или я боюсь уезжать от семьи, или я не знаю игрока, или я поеду совсем в новую страну, но если ты не попробуешь, ты никогда не узнаешь, и иногда, иногда тебе дается шанс раз в жизни, ну, вот переход там в какую-то хорошую команду, да, потому что ты сейчас, например, имеешь хорошую статистику, ты лучшая, да, но не факт, что ты будешь так же прогрессировать в нашем уровне, то есть у тебя, ты достигаешь какой-то пик, и надо поймать этот пик, и надо понимать, когда поехать, поэтому не бойтесь, пробуйте, реалистично смотрите на свои шансы, то есть обязательно, как бы, используйте свой шанс, потому что он, правда, может быть только раз в жизни. Вам же опять советую освещать женский футбол, больше освещения, больше новостей, это только поможет развитию женского футболу в Балтике. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это был канал Бэтсейв Прибалтика и шоу Под Куболком.